30 лет назад, класс капиталистов утверждал, что пришло новое тысячелетие стабильности и процветания. Советский Союз пал, и правящий класс увидел в этом окончательную победу капитализма, в зарю нового золотого века. Демократия — это всё, что теперь есть. И теперь мы её видим в Советском Союзе и в Восточной Европе. Коммунизм, в общем, провалился. Но в течение всего одного поколения всё совершенно изменилось. Наше поколение не знало ничего, кроме экономического кризиса, войн, политической нестабильности, долгов, отчуждения и страданий. Был небольшой откат из капитализма с конца 40-х до начала 70-х, после Второй мировой войны. Но с тех пор, как этот период подошёл к концу, жить стало труднее буквально по всем показателям. И эта эра капиталистической стабильности никогда не вернётся. И теперь этот полувековой процесс упадка достиг переломного момента. Самоочевидно, бесспорно и невозможно игнорировать то, что мы живём в обществе упадка. Жизненные стандарты ухудшались на протяжении нескольких поколений, а перспективы значимого трудоустройства сейчас встречаются реже, чем когда-либо. В то время как неспособность капиталистов справиться с изменением климата угрожает основам нашей цивилизации. Вот почему последние 15 лет мы видим рост политической радикализации и хаоса. Одно из самых ранних воспоминаний нашего поколения, финансовый кризис 2008 года, был только началом этого процесса. Затем, в 2016-м, Бернис Андерс выступил перед нацией. Тогда впервые за десятилетия широко распространился интерес к социализму. Но реформисты, такие как Сандерс, Александрия, Акасио-Кортес и ДСА, всюду уступили капиталистам. Время реформистской войсни давно прошло. Мы должны сражаться за полный разгром капитализма. Мы должны организовываться для социалистической революции на нашем веку. Впервые за многие поколения идеи коммунизма откликаются в самых широких слоях общества. По результатам опроса 2023 года, оказалось, что 20% молодых людей считают коммунизм их идеальной экономической системой. Этот процесс радикализации изменил политический ландшафт Америки. Но это только начало. Следующие 10-20 лет будут выглядеть совсем не так, как последние 80. И мы должны быть готовы. Основная задача нашего поколения – организовать десятки миллионов коммунистов в единую политическую силу. Мы должны привести это новое поколение коммунистов в дисциплинированную и профессиональную организацию. Укоренившись на каждом рабочем месте, кампусе, в профсоюзе и в рабочих кварталах, уже сейчас десятки тысяч молодых людей готовы быть организованными в реальном мире. И нам лишь нужно до них дотянуться. Сотни и тысячи из нас осознали, что сила трудящихся в их числе, в то время как поодиночке изменить мы ничего не сможем. Мы не можем продолжать пассивно листать Твиттер, слушая леварские подкасты или поглощая Ютуб. Популярность онлайн-коммунизма – это симптом меняющегося сознания, но он не предлагает реального решения. Наш долг, как коммунистов, не в том, чтобы спорить и рассуждать об абстрактных идеях, а в том, чтобы приступить к работе по созданию организации, способной воплотить эти идеи в классовой борьбе. Нам нужна новая партия – революционная партия действия. Вот почему мы запускаем организацию революционных коммунистов Америки – новую политическую партию, чтобы организовать десятки и затем сотни тысяч революционных коммунистов в Соединенных Штатах. РСА берется за строительство революционной коммунистической организации от побережья к побережью, с отделениями и ячейками на каждом рабочем месте, профсоюзе, кампусе и районе. Уже сейчас, присутствуя в более чем 30 городах США, мы не начинаем с нуля, но впереди еще огромное количество работы. Сейчас наши ряды – это лишь небольшая часть революционных коммунистов страны, коим число десятки тысяч, если не сотни тысяч. В 1917-м, во время, не такой уж далекой от нашего, весь мир погрузился во тьму Первой мировой войны. Но русская революция показала путь вперед, стала маяком надежды и оптимизма. Впервые в истории наш класс, рабочий класс, сверх правления капиталистов и взял власть в свои руки. И мы стремимся организовать новую победу на тех же самых принципах. Мы основываемся на самых продвинутых идеях человеческой мысли – марксизме. Мы руководствуемся идеями Маркса и Энгельса, методом большевиков и наследием русской революции. И как давно объяснял Ленин, уже слишком поздно организовывать партию во время революционной ситуации. Партия должна находиться в состоянии готовности, чтобы не упустить момент. Иными словами, нам нужно построить революционную партию сейчас, чтобы быть готовыми в будущем. И при помощи этого инструмента наш класс сможет прикончить капитализм раз и навсегда. Коммунизм – это не просто хорошая идея или принадлежность. Нам не интересны болтуны. Мы посвятили себя завоеванию идей марксизма, вступая в классовую борьбу и сражаясь за революцию. Мы живем в мире, полном нетронутого потенциала, с невообразимым богатством, технологиями, просто ждущими раскрепощения на пользу человечества. Но принцип наживы и капиталистическая система – это основные препятствия на пути человеческого прогресса. Суровая правда в том, что для нас нет ни надежды, ни будущего в нынешней системе. Надежда есть, но она только в борьбе за новое общество. Поэтому, если ты серьезный коммунист, пришло время перестать быть пассивным наблюдателем. Если ты устал сидеть и смотреть, как все вокруг становится хуже и хуже, то это партия для тебя. Если ты хочешь сражаться, вместо того, чтобы сдаться системе, окончательно приходящей в упадок, то это партия для тебя. Если ты хочешь сыграть свою роль в истории и помочь нашему классу, наконец, свергнуть капитализм, то это партия для тебя. Помоги нам собрать вместе десятки тысяч коммунистов в этой стране. Помоги нам построить революционную партию коммунистов Америки.